Два года назад, 10 июня 2019 года, в Белогорском, Алуштинском и Симферопольском районах Крыма прошли массовые обыски с участием Федеральной службы безопасности и последующими задержаниями. Никто из задержанных в тот день не вернулся домой, а в Крыму появились новые уголовные дела, по которым проходит 8 крымских татар-мусульман. Причинами арестов, согласно материалам обвинения, стали их связи с Исламской политической партией освобождения. Или из Бутахрир. Организация запрещена в России с 2003 года, по настоящее время, несмотря на критику со стороны российских правозащитников. Фигурантами белогорской группы стали отец и сын, предприниматель Энвер Умеров и торговый представитель Риза Умеров, а также филолог арабского языка Айдер Джапаров. 12 января 2021 года Южно-Окружной военный суд признал их виновными и приговорил к лишению свободы от 13 до 19 лет. Сейчас они находятся в Новочеркасском следственном изоляторе в Ростовской области и ожидают рассмотрения апелляции на приговор. В результате этого постановления в Крыму без отцов осталось 13 несовершеннолетних детей. В тот же день, 10 июня 2019 года, в Алуштинском районе были задержаны еще 4 крымских татар. Судовой электрик и предприниматель Руслан Нагаев, бизнесмен Эльдар Кантемиров, охранник мечети Руслан Месутов и председатель религиозной общины Алушта Ленур Халилов. Их дело находится на этапе судебного следствия. Обвинение запросило для них от 14 до 19 лет лишения свободы, а приговор вынесут уже в ближайшее время. Сейчас подсудимые находятся в следственном изоляторе Ростова-на-Дону. В Крыму без отцов в этой группе подсудимых осталось 4 несовершеннолетних ребенка. Технический инженер Искендер Сулейманов также был задержан силовиками 10 июня 2019 года. Но его включили в самое массовое уголовное дело в Крыму. Это вторая симферопольская группа из 25 крымско-татарских активистов, которую сейчас поделили на 5 разных судопроизводств. Теперь он проходит по одному уголовному делу вместе со своим родным братом Русланом Сулеймановым. Искендер содержится в СИЗО номер 1 Ростова-на-Дону. На данный момент в его уголовном деле допрашиваются скрытые свидетели. Далее будут проходить допросы остальных свидетелей обвинения, указанных прокурором в порядке представления доказательств. На сегодня в Крыму по подобным обвинениям арестовано, находится под следствием и осуждено уже более 80 человек. Правозащитники двух стран, Украины и России, говорят о них как о системных репрессиях. В российском мемориале считают, что крымских татар, мусульман, преследуют для подавления их гражданской активности и с целью прекращения религиозной деятельности. При отсутствии состава преступления, которое можно было бы квалифицировать как террористическую деятельность, украинские правозащитники связывают эти аресты с национальной и религиозной идентичностью фигурантов дела, а также с политической нелояльностью к крымским властям, которые сейчас фактически и контролируют полуостров. Субтитры создавал DimaTorzok